друзья и снова всем привет сегодня мы будем готовить самую простую и быструю еду макароны с тушенкой это очень все быстро делается поэтому рекомендуем если не хотите заморачиваться с едой там что-то выдумывать тушеночка макароны сварить и скушать сейчас покажем как это делается поджигаем комфорочку ставим кастрюлю с водой сейчас вам быстро скажу как варить макароны значит на 100 грамм макарон 1 литр воды у нас примерно 200 грамм макарушек мы налили в кастрюлю 2 литра воды на 200 грамм и сейчас нужно дождаться когда вода закипит чтобы это быстрее произошло накрываем крышкой и ждем когда водичка будет кипеть и так водится закипела теперь добавим соли чуть меньше столовой ложки нужно водичку подсолить и солюшку перемешиваем теперь высыпаем макароны еще раз повторюсь на 100 грамм макарон 1 литр воды если вы с упаковки с новой все это делаете то посмотрите на упаковку вода вот макароны не забываем процессе помешивать чтобы они не пригорали и ждем когда вода закипит и вот после кипения варим их примерно 5 5-7 минут но инструкцию почитайте на упаковке почему нужно прочитать инструкцию потому что макароны разных сортов есть твердо есть мягкие поэтому производитель пишет но мы знаем вот эти допустим варятся 5 минут после закипания воды крышкой уже не накрываем но периодически помешивайте макароны чтобы они не прилипали днищу костюля но тем временем пока макароны варятся наши мы сейчас небольшую головку лука порежем кубиками и обжарим лучок с тушенкой распаковываем тушенку это какая у нас тушенка говяжья тушенка у нас на тушенку можете применять куриную свиную говяжью как вы хотите если не знаете как открывать тушенку вот этим он советским ключиком то посмотрите видос у нас есть отдельный видос на канале ну тушенку внимательно открывайте где надпись сверху там открывайте потому что жир будет сверху мы открыли вверх ногами получается теперь у нас жир внизу сейчас на тушенку пересыпаем тарелку для того чтобы нам извлечь жир который оказался на внизу вот она жирок появился вот на вот этом жирке мы будем обжаривать лук и как всегда в процессе приготовления еды принимает участие наша кошка маша сейчас мы угостим ее тушенкой вот он жирок на нем будем обжаривать поэтому имейте ввиду банку открывайте правильно чтобы жир был сверху смотрим пока мы открыли тушенку вода уже закипела вот видите бульбашки пошли сейчас помешаем макароны после этого момента мы будем говорить пять минут ну конечно же мы сейчас угостим тушенкой нашу кошку нужно едать на пробу чтоб она одобрила тушенку и тогда мы будем смело ее кушать но я шучу конечно если уже мяукает значит тушенка качественная да я оказался прав тушенка качественная кошка и уплетает аж за ушами трещит поэтому все ок поджигаем следующую комфорку ставим сковородку на плиту и добавляем весь жир который имеется в тушенке пока жирок из-под тушенки растапливается мы нарежем лук полукольцами не квадратиками не кубиками а полукольцами пока жена нарезает лучок а я помешаю жирок и так лучок нарезали перемещаем его сковороду и обжариваем лучок до прозрачности вот таким образом лопатка разбить его чтобы отделить его дух от друга и обжариваем до прозрачности снимаем кастрюлю с плиты и набираем водичку в кастрюлю проточную обыкновенно с крана чтобы промыть макароны вот таким образом все делаем лоское мешаем и постепенно их промываем сливаем водичку еще раз наберем воду значит мои рекомендации просто тупо кипяток не сливаете иначе спалите канализацию канализация пластиковая пластиковая труба в общем можно навредить поэтому это нужно делать перемешку с холодной водой еще раз набираем воду еще раз промываем посмотрите лук уже обжарился до золотистого цвета теперь нужно сыпать тушенку выкладываем тушенку размешиваем тушенку если попадается тушенка крупными кусками то конечно нужно ее разбить помельче вот в общем размешиваем тушенку вместе с луком значит для чего мы это сделать делаем лук наш уже готов теперь нужно просто-напросто растопить тушенку то есть чтобы с мяса послазил жир вот чтобы тушенка растопилась и все когда она растопится дальше будем сюда уже макароны добавлять ребята обязательно посмотрите видос посмотрите про квас значит изначально у нас была закваска на один бутыль но со временем закваска начал размножаться и теперь мы выгоняем за три дня сразу 12 литров кваса посмотреть 4 бутылька а я вам скажу так лучше домашнего кваса ничего нет почему во первых он натуральный то есть вы знаете с чего его делаете ну и во вторых если покупать покупной квас в магазине он очень дорого стоит двухлитровая баклажка кваса к примеру белорусского или русского или какого-то украинского или другого стоит около 100 рублей поэтому это большая экономия а также друзья небольшая реклама мы сделали малосольные огурцы посмотрите на канале как их делать это очень классные огурцы самые 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 вкусные которые мы кушаем совсем чем можно и с макаронами и с картошкой в общем посмотрите видос он будет на канале значит макароны когда пару раз промыли берете дуршляк и высыпаете дуршляк чтобы окончательно слить всю воду и так макароны пока подготавливается сейчас они стекают посмотрите тушенка вся уже растаяла все ок все отлично еще раз перемешаем все берем дуршляк с макаронами и засыпаем макарушки сковородку и сейчас все нужно тщательно перемешать все тщательно перемешиваем и на этом все приготовление макарон с тушенкой завершено ну все все готово макароны готовы наливаем квасок подрезали огурчики малосольные и сейчас будем пробовать посмотрите какая красота нужно срочно пробовать нужно срочно это сделать потому что слюни уже текут как вкусно пробуйте готовка очень быстрый вариант еды с мясом весь макарончиками пишем свои рецепты что вы готовите из тушенки нам интересно приготовить все по вашему рецепту всем спасибо подписываемся до новых встреч пока пока